Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть сейчас у нас 24 часа в нашем распоряжении. Ну, естественно, держим курсом 12 директоров, но это, скажем так, маленькая наша цель. Естественно, у Андрея почему-то мечта 18 директоров первого уровня. Ну, понятное дело, что мы, конечно, пойдем на 24, а может быть и больше. Тут лестница успеха висит просто. У нас рядом лестница успеха, да, и мы, естественно, заглядываем. Как я сказала, раньше мы до Арифлейм простой наемный работник и предприниматель. Сейчас вот вы видите, какие изменения у нас произошли. В принципе, я не скажу, что мы до компании Арифлейм жили как-то так ущербно или еще как-то, да. Но, в принципе, мы... Фотографировались, видели? И до Арифлейм, и до Арифлейма. Да. У нас было такое, что, наверное, на подходе, да. А на самом деле селфи я сделала только первый раз, когда уже зарегистрировалась компания. Потому что для меня это было что-то неизведанное. Этот день, 28 мая, день органичника, 2016 год. Да. Я 550 раз пробовал фотографировать, стирал 550 раз. И думал, что... В общем-то, в компании мы многому научились. Думал, что все смотрят на меня, как я это делал. В компании мы многому научились, в том числе и делать селфи. Вот. Ну, я думаю, разница очевидная. В принципе, даже разница в лице, я думаю, да, видите. Как мы раньше выглядели, в принципе, жили как все, да. И как у нас теперь... Просто тут, где написано, после Света уже чувствовал масштаб мероприятия, а я еще там был в мандраже. Он потерялся. Он потерялся. Первый раз не такой. Да, да. Это возле Олимпийского как раз фотография. То есть первая фотография до этого. Мы ездили по Алтайскому краю. Путешествовали, да. А после это возле Олимпийского в Москве мы сфотографировали, когда вся команда прохожения сыгралась. Вот, ребят, у нас сегодня тема нашего вебинара – это рекрутинг. Это наш хлеб, да. И хочется немножко рассказать, что такое вообще немножко теории, да. Что такое рекрутинг, чтобы у нас новички понимали, те партнеры, которые только присоединились, понимали, что рекрутинг, в принципе, переводится, да, как подбор персонала. В нашем же случае – это приглашение на возможность, да. То есть мы часто говорим слово «рекрутируем». В принципе, его можно заменить приглашением, да, мы приглашаем. Ну, будем предпринимателями, будем говорить на языке бизнеса, поэтому рекрутинг – это наше приглашение на возможности компании «Реклеем». И рекрутинг – это, скажем, основной вид деятельности, которым здесь нужно заниматься. То есть обучение у нас… На обучение мы тратим 10% нашего времени, 80-90% у нас должно уходить на рекрутинг. Это однозначно. Прежде чем рекрутировать, ребят, вы задайте себе вопрос, пожалуйста, вам вообще это надо или не надо, да, то есть прежде чем вообще начинать с кем-то о чем-то разговаривать, вы просто для себя должны понять, вам это надо, для чего вам это, да. Если это надо, то зачем, что вы хотите получить от компании «Реклеем», что вы хотите получить от этого бизнеса, да. И когда вы для себя ответите вот на эти вопросы, да, тогда у вас не будет стоять вопрос «Как?», да, вы будете брать и делать. И здесь вы должны понимать, готовы ли вы обучаться, потому что в этот бизнес не приходят готовыми сетевиками, да. Я всем всегда говорю, своим новичкам, в этот бизнес приходят все нулями. И мы пришли нулем, и разговаривать мы не умели, да, и фотографироваться мы не умели, и, в общем, рекрутировать не умели. Это слово вообще-то привезло слух, на первую сторону. И вебинар мы не умели проводить, ребят. Я вот сегодня буквально поймала себя на мысли, на то, что буквально утром я сделала там слайды, подготовила, накидала там вопросики, да, вот написала текст, и, в общем-то, весь день я занималась своими делами. А когда на этапе новичка мне было велено, там, допустим, провести вебинар, двое суток сидишь, дрожишь возле этого компьютера, там, подбираешь материал, учишь, 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 постоянно текст заучиваешь, думаешь, блин, как бы что не забыть, как бы что сказать. Естественно, все начинают здесь с нуля, да, и если вы готовы обучаться, если вы готовы действовать, то, в принципе, тогда, возможно, вы ответите себе на вопрос, зачем вам нужно рекрутировать, зачем вам нужно приглашать. Вот, и когда вы начнете приглашать, неважно, там, знакомых, незнакомых, когда вы начнете приглашать, вы просто поставьте себе вот так-то две ладошки, вот так-то две ладошки, да, на одно поставьте общественное мнение, то есть мнение ваших знакомых, ваших друзей, вашей родни, да, там, вашей семьи, А на другую чашу поставьте ваше благополучие. Пусть оно будет не сразу, пусть результат этот будет потом. Вы все понимаете, что в этом бизнесе у нас отсроченный результат. И когда вы сравните вот эти две чаши, то вы тогда легко и просто будете идти дальше. Легко рекрутировать, легко двигаться по карьерной лестнице, потому что в начале вашего пути, возможно, вас будут не понимать, возможно, вам будут относиться как-то не так. Потому что возьмите даже себе представьте сейчас, давайте немножко поработаем. У нас в вебинарке немало партнеров, которые нас слушают. Давайте проведем такой тренинг. Давайте я вам скажу слово «собака». Напишите в вашем понимании, какая собака. Что у вас в голове, сразу в картинке, перед глазами на слово «собака»? Я могу привести, что покажу. Да, у нас есть собака, и вот, как правило, допустим, если у тебя в глазах уже есть персонаж, то ты его и представляешь. Далматинец пятнистый, да? Я не очень добрую собаку. Оля, тебе везет по жизни, по-моему. Ну, давайте, кто еще там, ребят, пишите. Добрый дворняга. Добрый дворняга, овчарка, да? Мой пекинец. Вот видите, ребят, вот буквально несколько мнений. Что никто не пишет «добрая», «злая», «зубы». Черная, белая, да? Посмотрите, несколько буквально мнений, да? А все мы говорим об одной и той же собаке, да? И у нас в нашем понимании собака у каждого разная. Также и понимание... Да, у кого-то овчарка там большая, у кого-то маленькая. Да, также и понимание компании Reflame. То есть кто-то Reflame себе видит, как тетю с сумками, да? Навязывание, каталоги, там, не знаю, распространение, там, придираются люди, да? Там заставляют купить что-то, понимаете? Спамы на электронку. Кто-то это видит. А кто-то видит большой бизнес с перспективами, да, с перспективами развития, с европейским уровнем жизни, с путешествием. То есть, понимаете, мировоззрение у людей разное. Поэтому, естественно, когда приходит новичок к нам в компанию, начинает приглашать людей, и когда он начинает говорить, компания Reflame, естественно, у многих людей ассоциации разные. И просто-напросто с этим надо, ну, к этому надо нормально относиться, просто-напросто с этим нужно связаться. Да, нормально относиться и профессионально. У всех звук пропадает, нет? Может, перезайти надо? Да, ребят, что со звуком, с изображением. Если с телефона, то, возможно, будут какие-то проблемы. С телефона, конечно, сложновато смотреть вебинары, а если с компьютера, то должно быть все нормально. Просто я всегда говорю... Все нормально, да. Спасибо, Глеб. Еще я как говорю, да, то есть, как тут сказали, что у собака разная ассоциация. Также из компании Reflame. Я всегда говорю, что есть профессионалы, есть дилетанты везде. И один дилетант может испортить кучу-кучу мнений о профессионализме. Сейчас кто-то с нами еще будет поговорить. Кто еще к нам пытается попасть? То есть, понимаете, ребят, компания одна, да, компания одна, компания Reflame. А все мнения, они, естественно, плохие, либо хорошие, они все сливаются к одной компании. И, естественно, у нас менталитет такой народа, да, что лучше принять какую-то отрицательную часть, да, чем положительную. Да даже не принять, а просто услышать более отрицательно, где-то так вот, мельче, чем положительную. И вот вы должны это преподнести и профессионально рассказать, что есть здесь положительного, что могут люди получить в положительном сотрудничестве с компанией. Да, вот, ребят, так что смотрите, если вы себе ответили на вопросы, что вам надо, что вы хотите, что вы хотите зарабатывать более 50 тысяч, что вы хотите путешествовать, хотите машины от компании. А, естественно, это не наемный труд, здесь не оклад, здесь вам первый месяц никто не заплатит. Нужно поработать, нужно поработать так, чтобы у вас был доход, да, и создалась большая компания и организация. И для того, чтобы она у вас создалась, если вы готовы работать, да, над этим моментом, то начинайте, ребят. Ну, опять же, зависит все от вас, можете их первый месяц уже начать. От ваших амбиций, да, если вы хотите сразу много и быстро выйти на доход, естественно, берете и проводите каждый день презентации за презентацией, не меньше 10 презентаций на бизнес. И смотрите, ребят, как мы приглашаем, да, что именно мы предлагаем. Мы предлагаем два варианта. Вообще, наши презентации выстроены на двух предложениях. То есть мы предлагаем либо бизнес, либо мы предлагаем дисконт. Сначала мы общаемся с человеком по теме бизнеса, то есть предлагаем дополнительный доход, предлагаем заработок. Если человек уже не согласен или его устраивает то положение, в котором он находится, возможно, он не готов услышать, то тогда, естественно, мы предлагаем дисконт. Вот, нашу компанию любят, нашу продукцию знают и, в общем-то, это труда не составляет. Смотрите, наши методы рекрутинга разные. Мы рекрутируем везде, всех и всегда, да. И мы как теплыми контактами работаем, как холодными, так и активными контактами. Сегодня мы хотим остановиться на классике, на именно том методе, который дает большое количество, скажем так, положительной работы, да, положительной регистрации. И, в принципе, дает ключевых партнеров вам, да, это список знакомых. Если вы хотите, скажем так, более качественно выйти на тот уровень, на который вы хотите запланировали, да, себе, хотите выйти, то, естественно, список знакомых вам поможет. Что такое список знакомых вообще, Андрей, что такое список знакомых, расскажи. Сюда, я давно с тобой. Все, нету больше никого. Есть ребята, которые к нам приходят в компанию, да, и говорят, ой, я никого не знаю, я вообще ничего не знаю. Открывай телефон и справочник, сколько у тебя контактов. Да все, все вообще. Как говорится, да, где подстригался, где машину ремонтировал. Вот так вот. Ну, дальше. Идет. Где на лыжах катался. То есть, всех, 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 кого вы где-то общались, кто вас может узнать, кого вы узнаете, это все знакомые, это все список знакомых. Всех нужно записывать. И вот, естественно, есть тренинги по этому списку знакомых, да, то есть, вспоминаем, садимся всех. И в первую очередь вспоминаем тех людей, которые возле вас на расстоянии вытянутой руки, да. И смотрите, смотрите, допустим, когда начинают говорить, ой, я не знаю, кого звать, уже все там, да, уже все в Арифлейн, хорошо, открывайте телефон и справочник. И покажи, сколько там. И покажи, сколько у тебя там в сетевом бизнесе развивающихся людей. Вот это на меня сработало, причем мне никто не говорил, я просто услышал на презентации, да, опять же, такое же, да, сказали, ну, вы, наверное, подумаете, когда я слушал презентацию, и там, ну, наверное, подумайте, что все, что все уже компании, что приглашать некого. Просто сказали, просто подумайте про своих знакомых, кого вы знаете, и из них назовите тех людей, которые зарегистрированы в компании, хотя бы для потребления. Вот я ни одного не забывал. И я такую статистику проявил, что, кажется, много с кем нам можно работать. Нас тоже никто не приглашал, нас не долбили предложениями, мы не знали про сетевой маркетинг, мы догадывались, что как-то люди могут нам зарабатывать, но нас никто никуда не приглашал. Поэтому вокруг нас очень много людей, которые, возможно, ждут именно вашего предложения, да. Социальные сети, откройте свою социальную сеть, однозначно в нашем современном мире у человека есть социальная сеть, и там есть друзья. Вот, пожалуйста, работайте, это тоже список знакомых. У ваших друзей тоже есть друзья, это тоже список знакомых. Соседи, коллеги, родственники, ребят, неужели вы не найдете, кого помыть в своем магазине, кого помыть в интернет-магазине? Подумайте, кто из ваших... У вас есть хоть один друг вонючий? То есть список знакомых, кому нужны деньги или кто хочет помыться, да, кто хочет вкусно пахнуть? Ну, неужели вы не найдете таких людей? Естественно, вы найдете таких и людей, и тех, которые заинтересуются, возможно, в продукции. А еще и потом, да, рассказать, что помывшись в своем магазине, можно увидеть хорошее мнение. Да, вот, допустим, к примеру, я, да, я пришла на продукцию, я не знала про заработок, я не знала про какие-то возможности, и для меня потом эти возможности открылись, естественно, в команде, в чатах, да, и спонсоры мне донесли идею. Также вы можете пригласить кого-то на бизнес, человек не услышал, позорите его на потребление, дайте ему свой личный интернет-магазин, дайте ему скидку, откройте ему личный кабинет, возможно, этот человек потом, у него поменяются какие-то, там, не знаю, обстоятельства в жизни, возможно, этот человек к вам потом присоединится. И, как правило, по списку знакомых, почему мы, допустим, зовем список знакомых? Ребята, потому что однозначно они к вам вернутся, однозначно те ребята, которые вас знают, и которым вы когда-то рассказали про свои бизнес-возможности, они к вам, если не сегодня, они к вам обязательно придут завтра. Просто смотрите, как бывает, это знакомые, они вас знают, да, если вы их сейчас не отработаете, а начнете работать там с холодными, они могут придти не к вам, а если вы их отработаете, не важно как, просто вы им можете рассказать, да, не важно, что они о вас подумают, но уже есть такие прецеденты у нас, и у всех, если не лидеров, что когда этих людей уже ваш, вы рекрутировали своих знакомых, и периодически им напоминаете, их начинает, бывает, кто-то рекрутировать там, или по-холодному, да, то есть кто-то спамом даже закидывает, они задумываются о том, раз мне кто-то сказал посторонний, значит, все-таки здесь что-то есть, а вот они мне, да, мои друзья, допустим, они мне говорили, а я никто не услышал. Может, я лучше у них спрошу, так как они все-таки мои знакомые, они мне, наверное, не обманывают, чем пойду к какому-то дедеприде Васильевичу. Вот у нас недавно была регистрация, да, мы девушку приглашали, девушка наша знакомая, вот, она, как бы, в принципе, от нас убегала, в плане того, что даже если нас видела, она там переходила улицу, да, а потом у нее вот это, ну, да, да, за сколько прошло, она стала с нами общаться, и в итоге она позвонила и говорит, Свет, я готова, я говорю, к чему ты готова-то? А она говорит, я готова развиваться в компании Reflame. Я говорю, а что ты так ни с того, ни с сего? Она такая говорит, меня пригласили, меня позвали вообще с другого города, пригласили по социальной сети, и я вспомнила, зачем я пойду к чужому человеку, если я знаю Свету, и она тоже развивается в компании Reflame. И таким образом у нас прошла регистрация. Да, таких случаев полно, да, когда мы начинаем приглашать, мы начинаем людям рассказывать, и на этапе новичка. Мы же бежим всем готовы рассказать, да, всему списку знакомых. И когда вам отказывают, допустим, знакомые, родственники, друзья, это нормально. Это нормально, ребята, это даже очень хорошо, потому что потом они начинают за вами наблюдать, и потом они к вам присоединяются, потому что у них меняется что-то, они начинают думать, ама, что это, она там начала зарабатывать, дайте я тоже попробую. Поэтому, ребят, обязательно, обязательно отрабатывайте список знакомых до тех пор, пока не отработаете весь, да, и он у вас не вакончаемый. Если не отработаете вы, если вы не позовете своих знакомых, то придем мы, или придет кто-то другой, и заберет вашего человечка в другую команду. Вот, естественно, кому мы желаем самого хорошего знакомым, неужто вы не пожелаете своей какой-то близкой подруге или своей коллеге, да, которая сидит на работе, там, запорханная, там, двое ребятишек у нее, и она работает на этой работе, потому что она другого не видит, да, и не знает других возможностей, и она не понимает, как можно по-другому, если не работать. Ну, это все, это у нас менталитет такой. И вы предложите ей, предложите, пусть это у нее будет как дополнительный доход, пусть для нее это будет как, ну, как бы, ознакомление с чем-то новым, да, пусть она попробует свои силы, а, возможно, она поменяет свою судьбу, и, возможно, у нее будут хорошие результаты, и она станет бриллиантовым исполнительным директором, кто знает, да. А если вы ей не расскажете, если вы не позовете, то опять же... Расскажем мы. Позовет кто-то другой, вот. И знакомые, как мы уже сказали, они мимо вас не проходят, они однозначно с вами будут сталкиваться, они однозначно вас будут видеть, да, однозначно они будут в щелочку подглядывать и говорить. Я помню, когда я только начала работать по списку знакомых, и смотрела вот так же вебинары, и слышала, лидеры говорили, все знакомые наблюдают за вами, они смотрят в социальных сетях, да, в щелочку подглядывают, потом они к вам приходят и думают, блин, да когда же они ко мне-то пойдут? Я уж столько всех позвала, ко мне никто не идет. Они, ребят, приходят, они уже сейчас приходят, то есть прошло время, и они начинают к нам обращаться, да, потому что ну-ка расскажи, чем ты там занимаешься. Ну и, естественно, нужно поработать над собой в плане того, что вы развиваете себя, вы не обойдетесь без наших двух брендов, это Wellness и Novage. Если вы начнете их пробовать, у вас появится своя история, и на эмоциях вы можете просто-напросто привлечь к себе большое количество людей, как на потребление, так же опять на бизнес, да, сколько людей поправляют здоровье на Wellness, сколько людей, девочек, да, сейчас уже и мальчиков, начинают себя лучше чувствовать и лучше выглядеть на Vage, ребят, это эмоции, а эмоции, они всегда работают. Расскажите свои эмоции своим знакомым, естественно, они получат результат. Чтобы рассказать, нужно сначала свою историю получить в Wellness, на Vage, а получить свою историю, можно только начать разбиравшись с этим продуктом и пользоваться этим продуктом. Ну и теплый у вас будет рулить, да, как говорят, теплый рулит, естественно, он будет рулить, любой метод работает, если им работать, да, если вы начинаете проводить личные встречи. Личные встречи вы будете проводить, естественно, со своими знакомыми, опять же, да. Для того, чтобы проводить самому личные встречи, естественно, нужно выучить презентацию бизнеса. Мы рекомендуем своим партнерам посмотреть не меньше 10 презентаций бизнеса разных, разных спикеров, то есть это и Полежаев, это и Долженко, это и Санников, это и Гифнидеры, это и Родионова, это, естественно, свою презентацию, да, обязательно, те лидеры, которые уже начинают рекрутировать, те люди, которые уже выходят на уровень, там, 12-15 процентов, обязательно записывайте свою презентацию бизнеса и давайте своим людям, которых вы приглашаете, свою презентацию бизнеса. Это Роман Крафт, да, ребят, но у нас партнеров очень много, о которых можно посмотреть и о которых очень грамотно рассказывают про возможности в компании Reflame, то есть не меньше 10 презентаций посмотрели, вы все равно для себя возьмете какой-то... А с этих 10 вы составите свою. Да, возьмете какой-то фундамент и на этом фундаменте, чем больше вы будете лично рассказывать, тем больше у вас будет складываться своя презентация. Если у вас будут личные презентации, одна, две, три, ничего страшного, что первая будет нелепая, вторая будет как попало, третья будет там вообще запинаться, заикаться, это нормально, это более чем нормально, через это все проходят, но самое главное, начните это делать, начните рассказывать, начните говорить, возьмите, пригласите там своего коллегу, да, там, или свою подружку, приходи, то мне на чай нужно важное дело, да, там, обсудить, такое, я тебе ничего не буду рассказывать, ты придешь, и мы с тобой поговорим. И тут уже за спокойной обстановкой, особенно смотреть, мамочки, если вы, допустим, приглашаете к себе подружку, да, выбирайте так время, чтобы у вас, допустим, ваш ребеночек вам не мешал, да, и чтобы ее ребеночек уже не отвлекал, потому что, если вы начнете рассказывать презентацию бизнеса, а вас кто-то будет дергать постоянно, да, естественно, человек не поймет, и вы просто-напросто потратите зря время. Выбирайте какую-то либо нейтральную территорию, либо, пусть она к вам в гости, придет, либо вы в гости, да, так, чтобы вас ничего не отвлекало, и час времени там какой-то ограничиваете, да, и за чашечкой кофе рассказываете. Никогда не нужно рассказывать в большой компании про возможности, никогда не нужно рассказывать где-то за застольем про возможности, это не работает, это не будет вам на пользу, вот, если вы сами не умеете еще на первом этапе рассказывать своим знакомым, пожалуйста, пользуйтесь спонсорской помощью, да, вот как мы, допустим, работаем, у нас команда большая в Магадане, да, у нас и не в Магадане команда, по разным городам, вот, как мы делаем, человек, допустим, наш партнер приглашает своего знакомого, и приглашает на созвон, это просто та же самая встреча только по телефону либо скайп, да, мы с человеком разговариваем, мы записываем на телефон эту запись и отправляем нашему партнеру, чтобы он научился, две-три встречи мы показываем, как надо делать, там дальше уже сам, потому что, когда мы делаем презентации, мы строим свой бизнес, когда ты начинаешь делать презентации, начинается строиться твой бизнес, и твой бизнес начнется ровно тогда, когда ты сам начнешь рассказывать презентацию бизнеса, самое главное начать, ошибаться не начать, потом дальше, ребят, метод на троих, когда вы, допустим, приглашаете своего знакомого и приглашаете, допустим, своего наставника, спонсора, первая такая неловкая ситуация, когда вы приходите, садитесь за столик, и вот это вот несколько минут, их нужно как-то разрулить, и здесь существует такой метод, который мы называем на троих, почему я, почему он, почему ты, то есть тот человек, который пригласил, допустим, партнер, он говорит, почему, значит, почему спонсор, почему новичок и почему я, то есть это немножко разруливает ситуацию, и если вы не можете пока еще сами рассказывать своему знакомому человеку, презентацию, то предоставьте это спонсору, спонсору, да, спонсор расскажет, вы сидите, слушаете, и молча киваете головой, ваша задача научиться, да, на этапах новичка, а дальше еще одна такая фишечка, метод рекомендации, очень хорошо работает метод рекомендации, когда вы обращаетесь к своему знакомому, и, в общем-то, его рекрутируете, а он у вас, ну, вот, ну, никак, да, не хочу, и все, вот, отстаню, не буду, не заинтересовала, тогда спрашивайте, хорошо, окей, если что, ты знаешь, кому обратиться, есть ли у тебя там пару человечек, которые вы хотели бы услышать, и которым нужен, возможно, дополнительный заработок, да, все, если человек ваш знакомый, он никогда вам не откажет, он, естественно, вам даст пару контактов, может, и больше, это очень хороший метод, он рабочий, и мы им очень пользуемся, в общем-то, да, и в этот же метод я бы еще взяла, положила бы работу в социальных сетях, когда мы приглашаем своего знакомства, он нам отказывает, мы ему говорим, слушай, ну, пишем сообщение, ты не против, если я твоего имени буду приглашать, там, допустим, твоих друзей, да, там, ничего страшного, ну, не то, что твоя просто, ну, говорит, да, ссылаться на тебя, что мы знакомы, мне посоветовала, там, мы знакомы, что мы знакомы, да, вот, допустим, вы выходите на друга друга, да, в социальных сети, здравствуйте, да, мы знакомы с тем-то другом, да, и вот, я его очень хорошо знаю, вот он сказал, что вы тоже, я даже знаете, как рекомендую, со своими партнерами, с тем, мутируем, бывает, стесняются, да, заходите ко мне все, и предлагайте моим друзьям, говорит, у вас общие друзья, метод тройного удара, у нас общие друзья, да, у нас общие друзья, у нас партнеры, у вас друзья, предлагали вам бизнес, какой, очень много спрашивают, кто-то стесняется своим друзьям, у нас с Андреем, постоянно работает метод двойного удара, это вообще круто, мы тут соревнуемся друг с другом, то есть начинаем рекрутировать одного человека, да, один начинает, второй заканчивает, да, либо наоборот, или он мне там показывает по телефону, ты вот с этим общалась, я говорю, да, это уже все, регистрация сейчас будет, или наоборот, да, там, я ему говорю, ты вот с этим человеком общался, я вот так он зарегистрировал вчера, да, то есть, понимаете, с двух сторон, когда, там, допустим, вы работаете на пару со своим партнером, тоже интересно, так работает. И также можете использовать полностью по команде, то есть не важно, что там вы один без мужа или без жены, полностью с командой можете такой же метод использовать, работать. Если, допустим, я отрекрутировала человека, и я пригласила своего знакомого, и у нас общие знакомые, я говорю, дорогие бога, приходи, я его уже рекрутировала, заходи, приглашай повторно, да, возможно, на тебя он среагирует, возможно, на меня он не среагировал, и также наоборот, когда мне новичок приглашает, своих знакомых в социальных сетях, их человек не слышит, да, ну, его человек не слышит, а меня он услышал. И еще, кстати, вспомнила, ребят, когда вы новичок, когда вы начинаете приглашать по-теплому, вы такие, садитесь втроем, и начинаете, да, допустим, или там, вы садитесь вдвоем, вдвоем, вы начинаете знакомому рассказывать, да, вы ему там час спариваете всю идею бизнеса, а он сидит и говорит, слушай, что там у тебя собака-то, лапка-то зажила, да, или кошечка, что у тебя, ну, да, дети у тебя там, что, куда, в какую школу будете, там, пойдете, да, или в какой институт будете поступать, то есть человек вас не слышит, он вас воспринимает, как Свету Донцову, там, или Андрея Донцова, того человека, которого он воспринимает, он никак не может понять, он хочет услышать от вас, как вы рыбачили вместе, парадигма такая, что он не видит в вас бизнес-партнера, да. Третье лицо, если с вами кто-то будет незнакомый, он, если более-менее воспитанный человек, во-первых, он его послушает, да, посторонний человек, он его увидит с белого листа, он его увидит со стороны бизнеса сразу, то есть он ему предложит, тогда потом он уже будет слушать вас. Да, то есть, третье лицо очень важно на начальных этапах, да, когда вы еще учитесь, когда вы еще непрофессионально, допустим, выносите идею бизнеса, естественно, вам нужно, и когда у вас еще нет своих результатов, вам нужно обязательно, вот в таких случаях, пользоваться третьим лицом, спонсорской помощью, вот, ну, бывает и, бывает и новички у нас, раз, сразу, вышел на теплый круг, и сразу уже, вот тебе ключевой партнер, это классно, это радостно, когда новички сами берут на себя ответственность и сразу начинают приглашать, они ждут пока там вместе со спонсором, опс, мы уже боимся, с компьютером, вот, дальше, ребят, общение, будьте общительными, наш бизнес, он в принципе строится на общении, если у вас есть голова и язык, да, то у вас все получится однозначно, мы, когда опять же себя вспоминают, когда мы пришли, мы не умели разговаривать вообще, то есть, я такой человек раньше, до реклама, да, потому что, если мне человек, как бы, неинтересен, я с ним не буду общаться, да, и зачем мне лишние люди в моей жизни, я так думала, да, то есть, я общалась с конкретными людьми, Андрей, наоборот, он такой, как бы, со всеми такой, душечка добрый, да, он со всеми общается, со всеми знакомый, да, там, мы переехали в Новый город, да, переехали в Барнаулу, он уже знает всех соседей, он со всеми перезнакомился, я никого не знала, мне это не надо, вот, и, когда, естественно, пришли мы в компанию, я, естественно, начала разговаривать с людьми, мне пришлось это делать, пришлось нарабатывать речь, разговаривать, пробовать, пытаться, да, и, естественно, это дает результаты. Ключевое слово разговаривать, разговаривайте с людьми, общайтесь, и, таким образом, ребюджи намного лучше, просто разговаривайте, мы же не можем, допустим, вот вы общаетесь со своей подружкой, да, Танюха, привет, как дела, там, что, под чем, там, что эти, там, детки, конфетки, там, да, и тут вы такие, раз, звоните, Татьяна Ивановна, я вас приглашаю на бизнес-встречу, вы не хотели бы послушать, то есть, с людьми разговаривайте на ихнем языке, да, то есть, с людьми нужно разговаривать на том языке, на котором они вас привыкли слышать, но, вы просто, напросто общайтесь, и несите позитив, да, то есть, общение должно быть однозначно, однозначно поздравляйте людей с праздником, да, то есть, задача бизнес-партнера компании Reflame, задача лидера компании Reflame, повернуться к людям лицом, это, скажем так, в большей степени организаторская работа, да, такая, в большей степени, вы должны полюбить людей, если человек не любит людей, то у него не получится здесь, да, придется полюбить. Опять же, опять же, смотрите, да, если брать ту же работу в соцсетях, мы работаем, все равно, много, я заметил то, что много до контактов у тебя уже, друзей, до контактов друзей, да, в соцсети, то уже не проходит такого, что все видят вас, что там, обычно, да, когда там 30-40-50 друзей, ты видишь всех, этот добавил, это полуфотографию, этот добавил этого друга, да, этот там что-то отметил, тут уже нет, видать, соцсет с этим не справляется, и много вы не видите, что там кто-то добавляет в музей, или какое-то там событие отмечает, а вот этим поздравлением вы напоминаете о себе, то есть вы оставляете позитив и напоминаете человеку о себе. Люди забывают, люди даже через месяц забывают, что вы им предлагаете, а, здрасте, да, тому, спасибо, я вот, ну, там, да, так, рекрутинг, бизнес, человек молчит, там, вот, день рождения, вот, праздник, пожалуйста, можем предложить тебе подарка, скидку, а, подождите, напомните, что за скидка, с какой, что за компания, да, и начинает, а, хорошо, а, да, 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 попробовать, вот так, то есть, это хорошо работает, напоминание о себе, ребят, смотрите, еще, значит, поздравление сказали, да, с праздником обязательно, и, вот такая, да, как Андрей сказал, фишка, все поняли, Андрей, да, надеюсь, то, что человек, бывает, прочел, сообщение, да, и, допустим, его ребенок отвлекся, и он не ответил вам на сообщение, да, и вы думаете, блин, да, таки сидите, расстроились, он прочитал, и ничего не написал в ответ, и вы можете забыть про этого человека, там, ваш знакомый, да, потому что у вас большая лента, уже вы много работаете, да, и человек за вас забыл, а когда наступает очередной праздник, вы ему о себе напоминаете, вы знаете, что это ваш знакомый, что вы его рекрутировали, и, естественно, он про вас помнит. Я вот прям в больнице, с 8 марта, я думаю, это прям, у меня в голову спит, сколько человек, мне управлять, это поздравление, два дня до, два дня после, но это стоит того, да, но оттуда зато выйдут, три ключевых партнера, почему так мало, были андрюфы, а еще золотых, сколько бы, сколько простых директоров, так что, ребят, знакомых, нужно просто-напросто не отпускать от себя никак, да, то есть, смотрите еще какой момент, вот недавно услышала на прямом эфире у Эдуарда Васильева, когда вы приходите в гости, вот просто пришли в гости, неожиданно к другу, да, там, семейный парень, вот зашли вы в гости, и у них такой стол накрыт, они говорят, о, привет, слушай, ты тут вовремя зашел, давай, заходи, заходим, и тут кушать начали, что вы обычно говорите? Я не буду. Хотела спросить, в чате уже все рассказал, ну, не буду, да, вы начинаете спромничать, не буду, не-не-не, я кушать не хочу, да, у самого там, мурчит в животе, я кушать не хочу, не буду, да, вам говорят, да ладно, ты давай уже садись, что там уже мотался по городу, садись, поешь с нами, что ты, ну, давай, вкусняшки такие, не-не-не, я сытый, я нормальный, да давай, мы тебе уже налили, и вы тогда уже, да ладно, ладно, ну, я чуть-чуть, да, и садитесь, и съедайте, и первый, и второй, и компот. И потом вас уже выгнают. О, что бы зря мы его пригласили. Вы понимаете, ребят, у нас менталитет такой, у нас такое мышление у людей отсказывает. Обязательно отказывают. То есть, первый раз сказали человеку, он может отказать, второй человек сказали, да, там раз, он может отказать, это нормально. Это принимайте не на свой счет, да, то, что вы какой-то плохой, или вы не умеете рекрутировать, вы принимайте это на тот счет, что человеку нужно просто-напросто время. Рассказывайте ему еще раз, при удобном случае, там при поздравлялках, да, еще раз напомните о себе, еще раз расскажите. И когда-нибудь человек согласится. У меня, допустим, не на третий раз, у меня, допустим, такое бывало поначалу, когда я человеку 7-10 раз про себя говорила, то есть пока меня человек конкретно не пошлет, я его не отстану от него. Но мы же со своими знакомыми работаем. И поэтому я своим знакомым, я знала, что они никуда не денутся, они все равно будут, ну мы столько лет знакомы, или мы там родственники, или еще там коллеги, куда они денутся, ну пошлют меня, ну и ладно, я там через полгода опять о себе напомню. И таким образом я прям просто-напросто людям постоянно-постоянно напоминала о себе, в принципе, что и сейчас делаю, да, и есть такое, что, допустим, общаюсь с подругой в одной соцсети, там, в Инстаграм, она говорит, да, хорошо, да, там, ну, давняя знакомая, да, хорошо, я тебя поняла. Я про нее забыла, что я ей уже рассказала, увидела ее в Одноклассниках, о, привет, слушай, пошли к нам, да, там, давай-давай, все, я рассказала, там, она говорит, Свет, ну ты меня задолбала, ты меня в каждой социальной сети вылавливаешь, и ты мне везде это все рассказываешь. Я говорю, да, ну ладно, включаю блондинку, да, я забыла, я тут, как бы, да, так получилось, да. Ну, я, знаете, как ты в пользу, когда стараешься, когда в разных соцсетях, чтобы были разные люди, да, чтобы с Одноклассников, у тебя не было в Фейсбуке, с Фейсбука там не было в Инстаграме, ну, все равно же проскакивают, там, где-то пишешь, о, здрасте, я-то познакомимся, они пишут, ну, вообще-то мы в Одноклассниках, у нас давно знакомые общались, и он говорит, Конечно, я же знаю, я спешу специально так, чтобы проверить, потому что много сейчас взломанных страниц, мало ли, может, это там от вашего имени, ну, все, все же, все нормально же. Самое главное, все переводите на позитив, самое главное, везде улыбки, вот эти смайлики, если вы общаетесь с переписками, если, допустим, вы личные встречи какие-то проводите, да, поржали, посидели, там, опять же, включили блондинку, включили какой-нибудь там, рассказали, да, Да ладно, там, не убежайся, все нормально, да, бывает. Самое главное, улыбку включили, позитив включили, они вот рассказали, все, с человеком мы расстались на хорошем том, с человеком опять заговорили, и он про вас вспомнит на положительной волне. Самое главное, конечно, позитив. Ну, ребят, еще такие несколько глупых, но, тем не менее, важных моментов, да, как общаться со знакомыми, многие спрашивают, как приглашать знакомых в бизнес, да, очень просто. Это либо, да, это приглашать, хоть как, ты можешь личными встречами приглашать, можешь в социальных сетях приглашать, можешь созваниваться человеку по телефону, да, смотрите, если в социальных сетях приглашаете человека, обязательно, ваша страничка должна быть красивой, должна быть прям такая красивая страничка, потому что, если у вас там будут непонятные сараи какие-то сзади, да, там, или с пивом, или еще с чем-то, или там кучу народу, что непонятно, чья это страничка, да, там, тети, дяди, бабушки, дедушки, собаки, кошки, там, какие-то бабочки, там, или еще что-то, сарай, там, да, там, пиво, застолье, и непонятно, кто вообще главный герой этой странички, то, естественно, человек никуда к вам не пойдет. Сделайте такую страничку, чтобы, ну, интересно было человеку к вам прийти, потому что приходит в любом случае на личность, даже если это ваш знакомый, он придет на тот результат, который вы получаете, да, и если говорить, допустим, вот ту фотографию, которую я показывала в начале вебинара, да, когда мы до и после, сейчас, естественно, наши странички, они очень выглядят живо, красочно, красиво, да, и мы стараемся их делать такими, чтобы люди к нам приходили, чтобы они не просто так, да, пришли там непонятно куда, чтобы они видели, что это стиль жизни, что это, скажем так, наш девиз, красота как образ жизни, да, то есть девочки, однозначно, имейте в виду, что мы продукт своего продукта, мальчики тоже, да, подтянулись, спортивные, похудели, не 140 килограмм, а меньше, то есть у нас есть рабочие инструменты, у нас есть наш продукт, который нам дает выглядеть классно, да, и быть интересными, у нас есть наше сообщество, наша команда, пожалуйста, прокачивайте командный бренд, личный бренд, да, то есть соцсети должны быть интересными, ну, и, в общем-то, другого не дано, это либо встречи, либо созвоны, либо переписки, да, другого нет, самое главное, начинать действовать. Ну, тут парочку я вам сделала скринов, да, таких, как мы приглашали, это у нас моя знакомая, мы в детстве, ну, в юности, она, как бы, в одной компании были, и тут я про нее вспомнила, в социальных сетях сработал личный бренд, то есть, когда я начала выкладывать на страничку интересные фотографии, да, она сама мне написала, Свет, чем вы там таким занимаетесь, у тебя, гляжу, жизнь кипит, у вас такая страничка классная, яркая, да, у вас такой позитивчик, что это такое у вас, чем ты занимаешься, вот, естественно, я ей рассказала, да, на WhatsApp вывела предпрезентацию, зашли в Telegram, в Telegram презентацию отправила, поскольку она на расстоянии, в принципе, у нас многие партнеры на расстоянии, мы отправляем презентацию и записи, да, про что я говорила, новичку я даю три презентации, Андрей тоже, да, три презентации мы даем, вот, а потом уже, когда человек хочет развиваться в этом бизнесе, он, естественно, смотрит больше презентаций, да, вот, все, регистрация. Ну, зачастую, сейчас даже до регистрации редко мы даем презентацию, я пока... Да, мы работаем только с теми, которые уже наши партнеры... ...предпрезентация, со звон, там, или так, по Skype, возражения, не возражения, вопрос отработали, потом регистрация, а потом уже идет, если так, успешный старт, да, кто уже просмотрит презентацию. Вот, пожалуйста, тоже список знакомых, наша знакомая тетенька страховщица, да, мы у нее страховались, страховались, я даже не подумала ее пригласить, да, уже такая пожелать женщина. Андрей пошел страховать в очередной раз машину, рассказал ей про то, что мы развиваемся в компании Реплеем, она мне тут же набирает, говорит, как ты могла умолчать, что вы в Реплеем? Я вот тут вот думаю, с кем бы мне начать, с кем бы мне попробовать, вот, и тем самым мы получили тоже регистрацию, был у нас век, вот этот партнер сейчас на потреблении, но тем не менее, то есть вспоминайте всех, неважно, там, кого-то вы где-то знали, да, кого-то вы где-то где-то, помнили, это все ваши знакомые. Пола и возраста в этом. Да, и еще ребят, когда начинают спрашивать новички, ага, я там с ним не общался, и что я ему теперь скажу, да, начни общаться, просто так и скажи, что привет, как дела? Как природа, как погода, как дети, как там собачки, рыбачки, да, то есть ваша задача выявить потребность, выявить, установили контакт, выявили потребность, если у человека вообще в априори две потребности по жизни, да, у него либо не хватает времени, либо у него не хватает зарплаты, да, там денег, а если у него и то, и другое, то значит он уже лидер компании Реплеем. Если у него чего-то не хватает, у него, допустим, не хватает дохода, то значит он, естественно, рассмотрит ваше предложение. Если у него, допустим, как вот в случае с Андреем, да, был доход, но не было времени, чтобы жить на этот доход, естественно, он тоже рассмотрит это предложение. То есть не бойтесь звать вообще всех, да, всех, не важно там, какого статуса, какого уровня, самое главное, ваши знакомые вам доверяют. И это факт. Вот, и смотрите, ребят, поскольку ваши знакомые вам доверяют, есть определенная статистика работы, да, и это нормальная статистика. То есть, смотрите, здесь цифры не буду перечитывать все. Да, слайд посмотрю. Из 100 регистраций у вас будет один директор, да, из 100 регистраций по холодному, при правильном заведении, при правильном запуске, при правильном успешном старте. И по теплому, то есть по списку знакомых, из 10 регистраций у вас будет один директор, да, есть разница? В 10 раз. Какие трудозатраты нужно провести по холодному рынку, где вы не знаете, и по теплому. Мы рекомендуем, вот как мы сами рекрутируем, мы рекрутируем и теплый, и холодный, и теплый, и холодный. То есть, мы миксуем, потому что... И активный. И активный, да, мы миксуем, потому что мы идем конкретно на результат, и нам важно вообще, важен каждый человек, да. Естественно, у нас идет отработка как теплого, так холодного. Но тут еще, знаете, как бы я что сказал, что все равно, когда уже создаешь свою большую команду, становишься лидером в ней, и ты должен разбираться во всех методах, потому что люди приходят разные. Люди приходят и прям хотят, да, у кого-то начинает получаться на холодный. Кто-то хочет эту большую статистику отработать. И какие-то у него вопросы возникают, вы должны им это сказать. Надо попробовать все, просто-напросто надо подобрать. Не то, что надо прям углубиться, нужно попробовать все. И всем по методу возможного, всем работать. Да, ну где-то там увидели, вы просто просматриваете соцсети, и что-то там правильно, да, Глеб, или вот как ты говоришь, на одну ягодку смотрю, а увидел случайно человека, который тебе понравился. Давай вот, друзья, что... Да, из холодного делаем теплый и уже работаем. Как из холодного сделать теплый? Это вообще элементарно. Опять начните разговаривать с человеком. Начните разговаривать, выявляйте потребности и, в общем-то, предлагайте свое предложение. И, ребята, смотрите, особенно новички, особенно те партнеры, которые только присоединились, и те партнеры, которые еще маленькие, да, которые начинают строить свой бизнес. Сразу получаться у вас не будет, и это нормально. Это нормально, да. Вам самое главное каждый день по чуть-чуть, но делайте определенные действия. Каждый день не ложитесь спать, по крайней мере, пока не проведете несколько бесед на тему бизнеса, да, и несколько бесед хотя бы о природе, о погоде. Ваши эти несколько бесед о природе, о погоде вас через неделю приведут к теме бизнеса, да, то есть вы все равно к этой теме придете. И для того, чтобы у вас постоянная статистика шла, постоянный ежедневный рекрутинг шел, вам нужно каждый день хоть маленькие, но действия делать. Ну да, то есть вы начнете с нуля, то есть вы сначала начнете общаться с людьми, а потом же у вас статистика пойдет в круг, то есть с этими людьми вы уже пообщались, вы уже общаетесь по теме бизнеса, с этими вы только начинаете разговаривать. И это все. А других приглашаете опять на ноль. И это все вот каким-то рисом идет. Если вы его прекратили, это крыльцо, да, то в какой-то момент у вас не будет разговора по бизнесу. Вы начнете заново кого-то приглашать, заново только с ними общаться, утепляться, там, что-то будет. Если вы рекрутируете, если вы любите этот метод, и вы хотите составиться в этом бизнесе, то так, что вы должны купить все бизнес-то новше, все быстрее, быстрее, больше и больше. И еще, ребята, смотрите, естественно, понятное дело, что нарабатываем опыт, его нужно наработать. Мы тоже пришли нулями, мы тоже ничего не умели. И я всегда привожу в пример слова Антона Долженко. Если вы сегодня не рекрутировали, если вы сегодня не развивали свой бизнес, не ждите, что через три каталога у вас именно в этот день будет результат. Мы работаем на перспективу. Сегодня вы рекрутируете человека, сегодня вы рассказываете ему о возможностях, вы только через три каталога получите результат. Либо это будет бизнес-партнер, либо это будет потребитель, но в том или ином случае у вас не так, у вас не будет никогда, что вы сегодня рассказали человеку, сегодня он у вас стал директором, и сегодня он понял бизнес. Если сегодня у вас пустой день, значит, три каталога назад в этот день у него ничего не было. Да, да, и обратно. Если вперед у вас не будет ничего, и обратно также, если вы не рекрутировали, у вас, значит, и сегодня бублик, дырка от бублика. Создание команды, это, конечно, дело времени. Да, дело времени, поэтому у каждого своя скорость, кто-то приходит и быстро включается, кто-то приходит, медленно включается, у кого-то получается за год выйти на хороший результат, кто-то, как вот, допустим, мы год тусили в Арифлейме, нам здесь нравилось то, что, о, тут все позитивные, тут так классно, конференция, тут этот... Мегафорум. Мегафорум, да, тут Москва. Чайка, лесные дали. Чайка, лесные дали. То есть нам было комфортно, потому что мы работали, и мы еще тусили, да, мы как бы не созрели головой для бизнеса. Когда мы приняли решение конкретно полгода назад развиваться в этом бизнесе, у нас тогда пошло развитие конкретно нашего бизнеса, да. С июля прошлого года, с июля семнадцатого года мы начали развитие своего бизнеса, своей собственной бизнес-системы, да, потому что мы сейчас всех своих партнеров регистрируем только в первый уровень, и своих ребят тоже учим этому же, да, что приносит хорошие доходы. То есть когда вы регистрируете по классическому методу, вы, естественно, получаете хорошие деньги. И мы сюда пришли, ребят, с деньгами, естественно, мы и даем возможность зарабатывать своим партнерам. Ну и последний слайд, ребят. Мысли определяют свои желания, а действия определяют ваш результат, да. Не будет действий, не будет желаний, не будет результата. Поэтому обязательно делаем каждый день, по чуть-чуть, но делаем. Если вы еще, такое вам дам, значит, дам задание. Смотрите, если вы рекрутируете в день и провели два диалога по бизнесу в день, то вы пишите букву МЭ. Если вы на следующий день рекрутировали не менее двух контактов, теплый, холодный, неважный, и рассказали про бизнес, пишите букву О. Если вы третий день и рекрутировали тоже не менее двух контактов на бизнесе, и вы пишите букву ЛЭ, и таким образом вы собираете слово МОЛОДЕЦ. Семь дней в неделю, семь букв в слове МОЛОДЕЦ. МОЛОДЕЦ. Начинаем с завтрашнего дня собирать букву О. Слово МОЛОДЕЦ. И, ребят, в чате, пожалуйста, в экспресс, экспресс, как у нас там, обучение, да, пожалуйста, напишите завтра, кто соберет букву МЭ. Если МЭ, О, а потом ОЭ не было, начинаем сначала. Да, зачеркиваем МО, да, там, допустим, или МОЛО, зачеркиваем, и все начинаем заново, да. То есть, с завтрашнего дня начинаем рекрутировать по списку знакомых не менее двух контактов, и собираем слово МОЛОДЕЦ. Если пропустили, то, значит, зачеркиваем, заново начинаем. Что-то я не совсем понял вопрос Олега. Что сказать в мучке, имеет ли смысл у нее была регистрация, возможно, даже у нее не удалили, заняться бизнесом. Что сказать? Конечно, имеет смысл, конечно, нужно рассказать. Если у нее была регистрация... А, в смысле в компании? Да, если она не терминирована, то, значит, ее нужно отправить на вышестоящего спонсора, потому что у нас этичный бизнес, и мы со структуры в структуру не перетягиваем, да. Это не приведет ни к чему хорошему. То есть, не берите людей никогда из других сетевых компаний, они у вас не будут большими лидерами, и никогда не перетягивайте из других структур. Вот. Если она зарегистрирована, и у нее номер еще сохранился, вы просто пожелаете ей добра и отправьте, чтобы она нашла вышестоящего спонсора, активного спонсора, она в любом случае может обратиться на горячую линию и узнать, кто у нее спонсор вышестоящий. Если ее... Ну, просто если она не там ничего не делала, так и сказать, но... Если ее номер удалили, то ее смело регистрируйте к себе и начинайте рассказывать идею бизнеса. Вы знаете, ребята, еще бывает такая ситуация, когда человек был зарегистрирован и говорит, допустим, ему все объяснили, ему все рассказали, но, возможно, у него либо жизненная ситуация была не такая, возможно, человек не захотел, возможно, человек просто лентяй, и он начинает обвинять всех подряд, компанию, команду спонсора, неважно кого, и начинает говорить, со мной не работали, спонсор плохой, он мне ничего не дал. Когда начинаешь копаться в этом деле, и там получается, что человек просто сам ничего не хотел делать, тут два варианта. Либо человек не хочет, либо на самом деле ему не дали информацию. Бывает такое, что люди сами регистрируются, и они просто-напросто, кроме скидки, ничего не имеют, поэтому мы и говорим, что мы вам дадим бизнес-систему, если вы зарегистрируетесь в нашей команде. У нас есть эта бизнес-система, мы научим человека, у нас она бесплатная. Но бывает такое, что люди сами регистрируются в надежде, что я сейчас зарегистрируюсь, стану лидером компании Replay, а у него обучения нет, у него команды нет. Естественно, а человек хочет, естественно, тогда, конечно, надо ждать терминации. Да. Ну что, заканчиваем? А, ну что? Что она чисто не стима. Да поговорите с ней, да и все. Либо ее к вышестоящему спонсору, либо просто-напросто ждать терминации. Может быть, она уже... Если она хочет, если она хочет, потому что человек будет ждать терминации. Понимаете, скидку получать, какая разница где, в какой структуре, если человек просто пользуется продукцией, да, а если человек хочет развиваться, и конкретно он этим заинтересован, то он, естественно, будет ждать, да, той же терминации. А если, ну, опять же, если она этого хочет, если она прям к этому созрела, к этому подошла, что она действительно хочет зарабатывать, она не лентяя, она не будет лежать на диване, ее не будет устраивать, в то положение, в котором она находится, и она готова действовать. Конечно, ради бога, пусть она ждет терминации регистрироваться к вам. Вот, ребят, кто-то еще что-то пишет, да, давайте подождем вопросики. Ну, в чате, да, ждем, молодец. Ну, и можете в чат, тоже экспресс-обучение, наверное, рекрутинг, трех знакомых, скинуть. То есть, если вы завтра заработали буковку М, то поделитесь, пожалуйста, как у вас прошел рекрутинг, то есть, либо переписка, либо голосом наговорите, либо там, напишите, да, как у вас прошел рекрутинг по списку знакомых. Завтра собираем буковку М, потом в понедельник, ой, и так пошло дальше. Если что-то пропустили, зачеркиваем, все заново начинаем. Если вы собрали букву Молодец, пишите своему спонсору, и ваш спонсор, Я молодею. Да, ваш спонсор, естественно, расскажет об этом в чатах. Ну, еще кто-то что-то пишет. Да, ребят, давайте тогда будем закругляться, мы сегодня уже целый час, планировали на полчаса. Самое главное, начинать, естественно, рекрутировать, начинать действовать, потому что не начнете, за вас никто это не сделает. Если вы хотите... Я могу сказать, давайте мне, я буду сказать. Пишите, контакты Андрея, Андрей будет общаться. Ну, ладно, тогда. Да, будем молодцами, давайте, ребята, успешного рекрутинга, и открытые новые звания в этом году. Спасибо всем, кто зарабатывает, вы получите, это... Ну, все тогда приглашайте, со спонсором свяжитесь со своим, и она вам более подробно все расскажет. Спасибо всем большое, все, ребят, пока-пока. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok,